Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем рубрику о истории пива и пивоваренья. Сегодня у нас тема посуда. В гостях у нас, как всегда, Павел Егоров и Александр Джон. Сегодня поговорим о посуде, вообще откуда появилась пивная посуда, об истории, но все в этом духе. На самой большой древности говорить не будем, но если средние века взять, скорее всего, кружки были вот такие деревянные. Я, кстати, сам этой кружкой пользовался, она внутри покрыта лаком, поэтому не протекала. Из нее хорошо пить всякие региональные лагеры, она скрашивает вкус. Кстати, можно региональный лагерь попробовать. Деревянный вкус, кружки и картон, они хорошо считаются? Классика жанра. Кстати, ты сказал, что не протекают кружки, то есть были моменты, что кружки деревянные протекают? Они, конечно, обычные, будут протекать, но это покрыто, но обычно они тоже, наверное, покрывались всякими составами, типа воска там. Сюда она просто давно не мытая, поэтому выпьем с обычной. Протекает, значит, давно-то и не пользовался этой кружкой. Нет, это протекать не будет, у меня есть еще одна. У меня такая идея, если как бы, а может вообще кружку не надо мыть, то есть там пиво-то пришкварится и какая-то щелка заклеилась и все, как вариант. Если там какого-то осадок дружевого только не было. Ну вот, правильная посуда для обычного светлого пива. Аж отсюда пасет. Вот классический южный лагер. Скоро лето, скоро все поедут на юг и там все будут пить вот такое пиво. Ну ладно, перейдем к кружкам. Дальше, конечно, шла у нас керамика. Вот эта интересная кружка из города Госфор, соответственно, это родина типичного русского пива, томатного газе. Ну нет, это русское пиво, томатное газе. В Германии Гозе все-таки и без томатов. Ну вот, да. То есть в Германии уже так давно, раньше пили на улицах в их них Бергарденах, поэтому нужна крышка, чтобы мухи не залетали. Понятно все это. Оформление, кстати, не менялось лет сто, всякие рисуночки. Главное, что это керамика, массивная на всяких этих фестивалях. Слушай, ну как правило, это всегда была личная кружка, да? Там писались, да, не самые высокие, я помню. Сейчас уже есть бар, где они как личные хранятся. Ну вообще, вот эти крошечки, ну крышечки называются цинк-декель, отсюда пошла подставка под пиво Бергдекель, соответственно, ну это дорогая штука, как говоришь, и личная была. Не у каждого было, а картоночки накрыть сверху, соответственно, обычно делали. Соответственно, декель это крышка, то есть цинк-декель и бергдекель. У нас их еще называют печенюшки, по-моему. Ну да, но кто не знает, что это такое. Наиболее редкий материал, конечно, металл, но из металла делают. Просто некоторые считают, что когда в пиве есть вкус металла, это плохо, а здесь он всегда будет, потому что все-таки ощущаться будет вкус металла. Пиво это агрессивное средство. Да, но это очень красивое, тяжелое, но это все-таки не для питья, а пиво. Подарочный вариант. Да, подарочный вариант. Поставьте, кстати, балтика. Кстати, я тоже не сразу понял, что это балтика, но прикольно. Сделано, конечно, красивейшим образом. Ну, очень кратко. Какие у нас, кстати, страны, вот мы сегодня расскажем по пивным бокалам. Да, более-менее поставлены по странам. Прежде всего, конечно, Германия, Англия, Бельгия. Ну, что-то такое более-менее современное, которое же не какие страны, а именно современные тенденции. Ну, можно еще про СССР сказать, но это не совсем советское, это уже постсоветское, но форма типично советская. Ну, квас пиво, помню, пили. Вот оно просто, если взять чисто советское, говорит, здесь будет такой показатель на соответственно емкости, написано 0,5, а почему-то на современных это не делают страны. Ну, это английская, вообще-то кружка. Ну, английской сейчас мы дойдем, потому что английская немножко на другую. Нет, и такая тоже. Ну, и наиболее классическая, обычно для лагеров, вот используется обычная вот кружка. Кстати, для лагеров используется и что-нибудь вот такое, можно даже взять показания. Ну, нет, Паша, я с тобой не согласуюсь. Вот этот вот, вот такой вот для пилцов, вот такая флейта, они бывают еще более узкие. Вот это для пилцов. Слушайте, мы с вами не сказали, а вообще первые кружки, когда они появились, есть какая-то информация? Ну, даже трудно сказать, но думаю, в среднем века, конечно же, уже пились кружки. То есть, скорее всего, это были именно, скорее всего, деревянные или что-нибудь керамическое. Ага, понятно. Стеклянные появились только тогда, когда пиво стало именно фильтроваться, то есть, когда появились лагеры и прочее. Хотя вот не обязательно, вот если мы перейдем дальше. Тименскую кружку, вот для пшеничного пива используются вот такие именно бокалы. Почему? Потому что пиво как раз пшеничным дает очень большую шапку пены, поэтому для нее она обычно очень высокая, такая изящная форма, вот это чисто пшеничный бокал. Ну и ароматика в таком бокале вкусная. Да, и поэтому если вы пьете пшеничное пиво, конечно, лучше пить из такого бокала. То есть, обычно кружки все-таки сделаны под стиль, хотя не всегда. В детстве четко сделаны под стиль. Но в советское время любая кружка подходила. Ну, в советское время пиво практически не было. Пшеничные были самовластные лагера. Ну и известнейший, значит, немецкий масс, то есть литровая кружка. Опять же, если возьмем Райнхайнсгебот, то там как раз все измерение идется в массах. То есть, говорится, что там, по-моему, один масс должен стоить один феник. Два. Два. А, ну два, это значит, это еще один уходит на налоги. А, да, наверное. Поэтому чистая, значит, себестоимость, где-то один, и еще один там на налоги. Вот немцы пьют из таких литров. Они бывают тоже либо стеклянные, либо, соответственно, какие-то керамические. Ну, это аутентичная кружка, в общем-то, керамическая. Ну, на самом деле масс это, мне кажется, самая неудобная, самая неправильная тара для пива. И она удобна только для продавцов. Масс воспространено в Баварии. Ну, в первую очередь, там, где вы встретите в большом каком-нибудь Паве, ну, как в большом Гаштете, там, типа, в Бреве, там. Либо на фестивале, соответственно, Октоберфест. Потому что официанту носить вот эти вот, ну, такие не будет он носить, он там ноги сотрет себе. А масс принес, вот и сиди, пей. Ну, как говорится, нам не надо 900, два по 200 и 500. Потому что, пока ты сидишь с этой литровой кружкой, у тебя пиво там и выдыхается, нагревается. Лучше все-таки взять два по 0,5. Но, повторюсь, что когда народа много, это просто оправданно с точки зрения экономии времени официантов. В маленьких пабах, господи, в Германии нет пабов. В маленьких всяких Гаштетах, там обычные пол-литровые кружки в основном. Вот я смотрю, ладно, масс мы видели, а вот маленькие для Германии, расскажи. Ну, вот как раз очень интересно, да. Два антипода. Ну да, такие две воюющие части нашей Германии. Одни, значит, Кёль, Кёльш и, соответственно, Альт. Вот они, значит, как есть анекдот, выпил Кёльш, значит, соответственно, сходил в туалет Альтом или обратно. Выпиваете, сходил в туалет Кёльш. Вот, на самом деле, настоящий Кёльт и настоящий Альт пьют из таких маленьких бокальчиков. Это 200-250 миллилитров. Вот это Кёльш, Фрух, известнейшая их марка. И там обычно тебе дается декель, на котором я его выпил и сразу галочка. И там даже если специально что-то там не сделал, по-моему, надо декель сверху положить. Пока ты этого не сделал, они тебя будут постоянно приносить, 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 приносить. И ставите эти галочки, галочки, галочки. То есть в результате ты даже можешь выпить больше, чем если ты пил этот бокал. То есть это такая опасная тема. Ну, Альт тоже примерно 200 миллилитров. У меня второй есть Альт, он чуть повыше и поуже. Но не такой тонкий, как Штанга, называется Штанга. Не как у Кёльша. Он все-таки пошире немножко. Я думаю, что если спросить у жителей Кёльна и Дюфельдорфа, похожи ли их бокалы, я скажу, что у них вообще близко ничего нет. Вообще ничего близко нет. На самом деле они чем-то похожи, конечно. Так, по Германии мы закончили? Еще что-то у нас в Германии? Ну, про Германию что? Наверное, все. Почему бы мы ничего не взяли чешской? Но в Чехии вот именно такого, наверное, собственного ничего нет. Там все равно используют те же самые кружки. Ну, как и в Германии вот такие или вот такие. Может быть, для пилсов тоже там какие-то флейты используют. Кстати, если мы возьмем старинные плакаты дореволюционные российские, то там вот такого очень много. И очень совершенно разных видов и прочее. То есть до революции, как ни странно, именно в России очень были развиты именно пивные бокалы, очень изящных форм. В СССР они совершенно не прижились. А то был делать где-то, а делать не где-то. Да, бывает беда, конечно, с посудой. Вообще со стеклом. Но я помню было, что не было посуды и в пивной всегда с битыми трехлитровыми банками ходили. Ну, это уже 80-е годы, как ни странно, да. Ну, вроде бы, да, технический прогресс, революции и прочие технические. Но почему-то стеклок вот исчез. Ну да, перейдем к Англии. Вот это классическая, павная, так называемая, кружка. С такими кружками иногда было. Ну, видно ее сразу, понятно. И как раз советская кружка фактически это являющая копия. И даже очень похожа. Если 60-е взять, они еще больше похожи. Ну и такие даже тоже делались кружки. То есть, когда делали передачи про кино, вот в 80-х годах такие кружки уже точно ссер делались. На самом деле, я нашел даже в 40-х годах, делали такие кружки. Ну, как раз бочки с пивом на улице вот были. Всегда были такие кружки. Ну, вот именно вот если в фильмах смотреть, то практически их никогда не видно. А вот в 80-х годах их начинает уже видно. По-моему, ирония судьбы или с легким паром, там такая кружка уже есть. Хотя снято это в конец 70-х, по-моему. Ну, вообще в Англии пьют из пинта. Ну, это такая маленькая пинта, 0.4, да. То есть она бывает либо такой формы, либо это более новая, называется Nonic, с таким с утолщением. Это вот классическая форма пинты. И у нас они тоже были почти неизвестны в СССР. А сейчас стали, наоборот, очень популярны. Из-за чего? Потому что сейчас вот именно в крафт, в основном это эль, соответственно, очень удобно пить именно. Модестаут, модепортеры, да. Соответственно, именно элевый сортап, что-то принято пить этого. Почему? Опять же, традиция. Ну, действительно, традиционно. Ну, вот эта кружка, этот бокал, вот это утолщение, вот здесь оно имеет функциональное значение, когда их ставят в мойку, чтобы они... Вот здесь вот, если поставить такие бокалы, они будут стукаться бортиками и будут сколы. А здесь они не будут, они не стукаются бортиками. Это тоже не отколется кружка. Не отколется бортиками. Мне еще казалось, что еще удобно за это ребро. Ну, это уже как бы вторично, я думаю, что это тоже не выскользнет из руки. Да, уверенно держать. А если ты не можешь держать, ну что, теперь никакая не поможете. Только единственная беда, в Англии, конечно, пинта этого больше, чем пол-литра. У нас обычно делают меньше. То есть, это называемая американскую пинту. Даже еще меньше, потому что это уже вообще 0,4. Английский, по-моему, 0,6 или сколько? 0,468. Да, 0,468. Да, 0,468. По-моему, 0,464. Нет, 470, по-моему, американская. А 0,468, да. А 0,464, это, ну, такая... А 0,464, это чисто такой крафтовый сейчас. Крафтовый пинту, да. У нас все время сейчас ругается, что бутылки стали не 0,5, а 0,45. Если зайти в любой крафтовый бар, то там 0,4. То есть, это, наверное, все кассеты под крафт у нас. Самая богатая именно в плане посуды, конечно, у нас Бельгия. И тут можно было говорить сколько угодно, но я просто взяли основные, так сказать, виды. Ну, вот начнем даже с этого. Вот не знаю почему, но вот именно Хугарден, именно вид, почему-то наливают вот в такой бокал. Я тоже могу поделить. Он кажется, что он большой. Да, он кажется, что он большой. На самом деле настолько толстостенный, что реально пол-литровый всего лишь бокал. Хотя такое ощущение, что... Слитр, да? Кажется, да. Я вот сказал бы, что-то вот здесь литр. Ну, кстати, да, сравнить с массой. Вот с массой, такое ощущение, что они одинаковые. А здесь еще 0,5. Так что, вот в Бельгии пьют либо 0,5, есть 0,3, но 0,3 уже выглядит как 0,5. И вот именно почему-то вид... Солидность. Сидишь солидный, старый, да? Здесь больше такое маркетинговое, чем вам. Возможно, еще, он, конечно, холод будет держать долго. То есть, соответственно, если налить сюда холодненького, он будет на холодненьке. Ну, наверное, да. Возможно, связано с этим. Ну, вообще, у бельгийцев, конечно, идут такие винные бокалы. Ну, вот один из классических, вот, конечно, шумей. Табис. Да, такой кубочек. Очень удобный. Главное, здесь, конечно, ароматика. То есть, крепкий пиво. Когда налит настоящий шумей, наверное, понюхать его, прямо вот, наверное, запашок пойдет как надо. Ну, то же самое, наверное, с таким же вот. В такой форме тоже крепкие, все плотные крепкие бельгийское пиво. Ну, типа а-ля коньячная такая форма. Ну, это не коньячная, это называется кубок. Кубок, по-моему. Гумбль, да. То есть, все-таки пиво, ну, то есть, форма тоже все-таки обозначает для определенных дегустационных вещей. Ну, да. Если мы пьем, конечно, всякие крепкие эли, портеры, барли-уайны, что-нибудь такое, то вот, конечно, идеальная форма. Если мы нальем суда, мы ароматику не ощутим здесь, ароматику. То есть для каждого стиля обязательно своя посуда, или вы в этом пункте. Ну, тоже желательно. Опять же, какой-то обычный бельгийский бак. На самом деле, практически чуть не каждый пивовар не имеет свой формы бокала, поэтому... На самом деле, Бельгии можно будет все заставить. Совершенно разные бокалы. Больше счастья, это маркетинг просто. Да, ну, на самом деле, мы даже не взяли из такой известный, как Квайк, когда это бокал, который вставлен в деревянную ружку, но это уже полный маркетинг, конечно, там придумали, что когда давным-давно там емщики, когда им там хотели подать, вот и давали вот эту длинную стеклянную кобу на деревянные ружки, они там на козлы вешали, ну это, конечно, все рассказ. Ну, то есть, с учетом того, что бокал появился в 70-х годах, мы можем сказать, что в Бельгии емщики до 70-х годов ездили. Гружевой транспорт у них был в почете до 70-х годов, так что, я думаю, а вот маленькие бокальчики, это вот что, интересно? Ну, маленькие, да, очень интересно ещится, вот для фаро, и, кстати, почему, если опять вот толстые именно ноги, зачем нужно, потому что они обычно, когда фаро, это один из вариантов вот гёза, то есть, это когда разбавляется, добавляется сахаром. Кто не знает, кислый пиво. Да, кислый пиво, и сюда добавлял такой сахар кусковой, как у нас, то есть у нас пили чай в прикуску, а у них фарос, но они не прикуску кили, они кидали сюда именно сахар, заливали, а дальше такая была железная металлическая ступочка. То есть, делали баланс сладостяки. И, соответственно, здесь нужно именно, чтобы вот это основание было очень твердое, мощное, стеклянное, полнее это не разбилось. Реально было пробивать, ну, то есть, разбивать сахар. То есть, все не просто так. Ну, это вот действительно, когда форма бокала соответствует моему назначению, когда это специально делали для того, чтобы именно здесь положить сахар, его размолоть и пить это пиво именно подслащённым. Или наоборот. Вот это вот интересная штука. Это не просто маркетинговый такой лекционный бокальчик. В Бельгии иногда, когда подают пиво, дают, ну, скажем, вот такой тебе бокал фирменный и точно такой же, только маленький, вот такой, совсем малипусечный. Когда много пива в Бельгии с дображиванием бутылки, там осадок дрожжевой, кто-то не любит. Я, например, не люблю дрожжевой осадок. Соответственно, ты аккуратненько выливаешь в этот бокал и выпиваешь. А кто любит, типа Паша, он любит дрожжевой осадок, его сливают в маленький бокальчик и, значит, в маленьком бокальчике уже забивают. То есть, отдельно дегустируем уже дрожжевой осадок. Вкус совершенно разный получается с дрожжевым осадком и без дрожжевого осадка. Такая подача тоже там встречается. Это очень-очень интересно. Ну, вот в последнее время, когда уже пришла наша любимая крафтовая революция, то стали выдумывать ещё более что-то такое модное, интересное и вроде бы научное и прочее. Вот это, наверное, наиболее известная вещь. Вот считается, что этот бокал для ИПА. Я не понимаю, почему, но почему-то считают, что именно в нём ИПА раскрывается лучше всего. Возможно. Форма, конечно, очень интересная. Опять же, сравнить чисто дегустационный бокал, обратите внимание, да, похоже. То есть явно что-то они тут рассчитывали. Да, это Самуэль Алядмс впервые такой бокал выпустил. Ну, примерно такой формы. В результате их всяких опытов, экспериментов и расчётов было принято, что вот если сюда налить ИПА, вот именно вот до сюда, то максимально раскрывается ароматикой, причём вот это всё тоже просчитано было, и вкус раскрывается именно таких вот охмелённых сортов. Насколько это верно? Ну, возможно, потому что верхнюю часть, если мы возьмём и сравним с этим бокалом, они очень похожи. Ну, просто я так понимаю, что это сделали бокал универсальный, чтобы любой стиль. А вот это да, когда уже на фестивалях стали не как, извиняюсь, но от Oberfest, когда приходят, пьют литр. Вот такой кружочкой, а с такой не придёшь. Но когда приходишь на крафтовый фестиваль, тебе наливают очень помаленьку, и вот тогда нужны вот именно такие бокалы, даже вот нарисованно сколько наливаешь, вот столько. Да, да, 4. Вот здесь значок. То есть наливаешь совсем понемножку, и ты, прежде всего, ощущаешь аромат, надо понюхать. То есть, есть бокалы чисто для питья, есть бокалы специально для дегустации. Это вот дегустационный бокал, ну, соответственно, если вы ходите на фестиваль, это, конечно, очень всего. Правда, на самом деле, сейчас на многих фестивалях не дают стекло. Ну, вот последнее, что я ходил, вот на такой фестивале, вот давали вот такие. Ну, то есть, его именно выдавали? Да. Или на выходе уже? Не-не, выдавали, люди заходили прямо с этими бокалами. Ну, это, да, удивительно, обычно, что сейчас все-таки выдали бокал, здесь тоже мерно стоит, 0.1, 0.2. Да, некоторые говорили, там, мне, пожалуйста, 100 или 200 или полный, давайте мне все. Вот это как раз бокал такой коньячной формы, только чуть уменьшенного размера, из него можно пить все, что угодно, что имеет большой аромат. Слушай, ну, если так посмотреть, то все равно, опять же, вот эта вот форма для дегустационной, да, то есть, сохраняется, что в этом универсальном бокале, что здесь, получается широкая, достаточно, если мы наливаем вот даже 0.2, здесь достаточно широкая поверхность, и сужается, сужается кверху, и ароматика улавливается, то есть, ты ароматику лучше чувствуешь. Естественно, обычное пиво из этого бокала пить, ну, нет смысла, то есть, это и объемы, и... Из таких бокалов всегда пьют, типа, портер, стал, именно тяжелый. Причем, опять же, здесь я вот, опять могу сказать, что этот бокал все-таки винный напоминает, а этот бокал для крепкого алкоголя, типа, коньяк, коньяк, да, греешь там... То есть, соответственно, да, для прогрева, и, соответственно, как раз именно темные, крепкие сорта, которые имеет смысл даже прогреть, вот и вот прогрел, да выпил. Слушай, ну, вот это мы поговорили, но у нас, получается, в России советской колески все-таки всегда была кружка, да, у нас, в принципе, больше, как бы... У СССР была только, конечно, кружка. То есть, вот эта наша форма, это наше родное, и люди всегда пилизы из нее. Но ты говорил, что деревянная, деревянная тоже, интересно? Деревянная, вот в Эстонии есть даже целая серия декелей, где их старые эстонские деревянные кружки на колесиках есть, то есть, они такие большие, именно на колесиках. То есть, они были тяжелые, что их не понимать было? Ну, просто, наверное, для прикола, прежде всего, что сделал. Кружка на колесике есть, честнел. Может, у этих побуждений. А так, да. Но, на самом деле, если мы опять же возьмем плакаты советские, там мы тоже обнаружим почему-то интересные формы бокальчики, которые фактически... Ну, тоже не вижу здесь такие вот похожие вот... Ну, тюльпаны, то есть, такие тюльпаны, да, на ножках, они тоже встречаются. А вот, наверное, вот такой ты, наверное... Да, вот такой, кстати, я вот такой бокал, как раз у меня рабочий для лагеров, то есть, когда дегустирую именно лагера, и я вот из таких вот с удовольствием пью, потому что здесь и ароматикой... Цвет красивый всегда в таком бокале. Ну, да, да, то есть, она очень хорошо. Ну, все, принеси было нельзя, у меня кострицеры есть, так по чисто... Это известный производитель именно Шварц, то есть, черного пила, и там нечто подобное, конечно, тоже форма. Ну, хотя, именно, если взять Германию, они что лагера, что темные лагера... Стоп, у меня кострицер вот такая вот кружка. Ну, то есть, они могут сделать совершенно идентичное, то есть, для Германии светло-темное не разделяется как таковое, а вот только выделены, конечно, кельч, альп, пшеничное... Ну, основной посыл, вот нашего сегодняшнего выпуска, просто вам рассказать, да, какие бывают, да, или какого пью, но основной посыл, что для каждого стиля все-таки своя посуда. Ну, желательно. Если мы пьем лагер, ну, можно иметь кружку, если мы пьем пшеничное, то это обязательно. Если мы пьем какой-нибудь тель, то лучше, конечно, ноник или там, если мы пьем и па, соответственно. Ну, такой человек вряд ли найдет, я думаю. И па вполне можно себе, ну, если американский па, я думаю, можно вполне и вот что-то такое взять, есть такое, да. Но и па вы тоже не забывайте, она тоже не слабо алкогольная, там алкоголь это тоже приличный, то есть там хорошим широким бокалом можно. Ну, то есть у меня тоже, у меня 3-4 кружки, они постоянно в ходу и так ротируются под стиль. Ну, это, я думаю, можно иметь и больше, но я думаю, 3-4, да. Ну, достаточно. Имеет смысл иметь. То есть пейте пиво разное, как скажет, да. Используйте разную посуду, но желательно по назначению, потому что при выборе посуды должны, ну, смотреть какой стиль, потому что иногда пиво можно, вот как Саша говорит, ну, ты нальешь крепкое пиво, вот, например, там, я не знаю, в кольче там даже, в кольче бокал, но ты его не ощутишь, ни аромата, ничего. То есть он будет самообман такой и, ну, не поймешь. Поэтому обязательно надо подбирать. Если не знаете, просто почитайте, ну, либо смотрите наши выпуски. Мы вас будем, как говорится, оккультуривать. Спасибо большое за внимание, до новых встреч, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал GrandRus YouTube, а также заходите на сайте ВКонтакте и Телеграм-канал. До новых встреч, пока-пока. До свидания. Хао. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова